Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Игорь Яковлев, и это «Цифровая история». Напомню, что 21 и 22 марта в Москве состоится очередной фестиваль цифровой истории, который на этот раз будет посвящен мифам, мифам отечественной и мировой истории, с которыми пора покончить. Ну и в преддверии фестиваля мы делаем цикл мини-лекций, рассказывая о самых знаменитых фальшивках, с которыми давно пора разобраться. Сегодня мы поговорим о фальшивых мемуарах никогда не существовавшего персонажа Стеллы Крэнсбах, еврейке-санитарке, которая якобы сражалась против немецкой и советской армии в рядах украинской повстанческой армии. Мир узнал о Стелле Крэнсбах из ее мемуаров «Живу благодаря украинской повстанческой армии», опубликованных в газете украинской иммигрантской диаспоры в Канаде в начале 1950-х годов. Эта женщина якобы родилась в украинском городе Болихов около 1916 года в семье Равина. Окончила гимназию, в 1939 году получила диплом философского факультета Львовского университета и собиралась поехать к отцу в Палестину. Крэнсбах уже взяла билет на идущий туда корабль, но события 1939 года перечеркнули все. Советский Союз присоединил Западную Украину и Стелла оказалась на территории коммунистической тюрьмы народов. Согласно мемуарам из Кремля пришел приказ вывозить жидов в Сибирь и Стеллу должны были депортировать. Девушка спряталась у своей школьной подруги Ольги, дочери греко-католического священника. Она осталась у нее и после прихода немцев, подрабатывая шитьем. 7 ноября 1943 года по предложению подруги Крэнсбах вступила в украинскую повстанческую армию, где окончила санитарный курс. Крэнсбах якобы спросила у Ольги, как ты представила меня, как украинку или еврейку. Ольга ответила, будь спокойна, они все про тебя знают, ты можешь быть той, кто ты есть. Они не делят людей на расы, только на честных и нечестных людей. После возвращения Красной Армии Крэнсбах по заданию бандеровского подполья устроилась работать в милицию города Рожнятова. Там она была арестована и оказалась в камере смертников. Но город на несколько дней захватила УПА, которая освободила девушку. Затем Крэнсбах партизанила на Карпатах. Потом летом 1946 их отряд полностью разбили. Выжившие ушли за советскую границу и добрались до английской зоны оккупации Австрии, откуда Стелла отправилась прямиком в Израиль и где в скором времени якобы стала сотрудницей Министерства иностранных дел. Свои мемуары Стелла заканчивает так. Оказавшись на новой родине, я пообещала себе проинформировать мир об украинцах и их геройской УПА. Возможности, однако, долго не представлялось. Я была серым человеком, а таких мир неохотно выслушает. Но теперь, когда я стала работать в министерстве и моя подпись известна не одному дипломату, я исполняю свой долг. Завершая эти короткие воспоминания, я обращаюсь к свободолюбивому миру и предостерегаю его не относиться легкомысленно к украинскому вопросу и не ставить его на второй план. Ибо только свободное украинское государство будет залогом и доказательством справедливого мира на всей земле. Вот так. А через некоторое время Стелла Крэнсбах якобы была убита неизвестно. В 2009 году жена бывшего украинского президента Катерины Ющенко во время церемонии награждения дипломами и медалями праведников народов мира выступила с речью, рассказав о еврейке-санитарке среди украинских националистов. Сказала она буквально следующее. Одним из самых активных членов УПА была Стелла Крэнсбах. Впоследствии, став сотрудницей Министерства иностранных дел Израиля, она убеждала дипломатов, что свободное украинское государство будет залогом и доказательством справедливого мира на всей земле. Это великолепная история об активном члене УПА достойна настоящего приключенческого романа. В ней все прекрасно, особенно то, что это самая настоящая историческая фальсификация. И профессиональные историки давно уже проверили источник на достоверности и доказали, что это не более чем пропагандистская мистификация. Первоисточник мемуаров – публикация в Торонской украинской газете «Наша мета» в номерах за 27 ноября и 4 декабря 1954 года. Затем американский журнал «Украинский квартал» упоминал о переводе и публикации воспоминаний на английском языке. В 1955 году в газете «Вашингтон Таймс», а по другим источникам «Вашингтон пост». Кроме того, мемуары вошли в изданную через несколько лет в Нью-Йорке книгу «В рядах УПА». В 1960 году воспоминания Крэнсбах вышли и на немецком. Они были перепечатаны в сборнике, выпущенном Международной следственной комиссией «Лемберг 1941». Сразу скажем, что израильские издания этих воспоминаний неизвестны, что довольно странно, учитывая карьеру Крэнсбах в издательском МИДе. Фигурой этой загадочной санитарки УПА заинтересовался американский историк Филипп Фридман, работавший над статьей украинско-еврейские отношения во время нацистской оккупации. По просьбе Фридмана его израильский коллега Натан Гельбер отправил запрос в Министерство иностранных дел своего государства и получил ответ, что там никогда не работала женщина с таким именем, а случай убийства дипломата абсолютно никому не знаком. Более того, Фридман провел тщательный анализ текста мемуаров и пришел к выводу, что вся эта история утка. Ну, например, советского приказа депортировать евреев из Западной Украины в Сибирь просто никогда не существовало. Это глупость. Не найдено никаких следов Равина Крэнсбаха, который якобы много лет жил в Палестине. Нет никаких независимых сведений и о самой Стелле. Она совершенно неизвестна в Израиле. В то же время украинский писатель Богдан Кардюк также назвал эту историю мистификацией, потому что ни один из известных ему членов УПА никогда не встречал Крэнсбах и не слышал о ней. Так в чем же смысл этой мистификации? Очевидно в том, чтобы смыть историческую вину с украинских националистов. После Нюрнбергского процесса весь мир узнал об ужасах Холокоста. Однако ответственность за него несли не только германские национал-социалисты, руководившие истреблением евреев, но и их пособники из числа местных националистов, в том числе члены УПА. Накануне Великой Отечественной войны на Украине в современных ее границах проживали около 2 миллионов 700 тысяч евреев. За годы оккупации погибло полтора миллиона украинских евреев. Это четверть всех жертв Холокоста в Европе. Украинские националисты вышли из подполья летом 41 года и активно включились в политику уничтожения. Так во Львове в июле 41 года бандеровцы пытали и забивали до смерти евреев прямо на улицах города, выкалывали глаза, отрезали уши, раздевали и насиловали женщин. Жертвами стало несколько тысяч человек. Один из главных помощников Степана Бандеры, Ярослав Стицко, сообщал своему шефу, создаем милицию, которая поможет убрать евреев и будет охранять население. С осени 1941 года нацисты и националисты приступили к тотальному уничтожению евреев. Только в одном киевском Бабьем Яре было убито около 150 тысяч человек. Основными исполнителями массовых убийств были назначены айнзацкоманды, но самостоятельно провести тысячи казней они не могли. К тому же нацистское руководство испытывало опасения за психику арийских эсэсовцев. Поэтому они предпочитали передоверять такую черную работу местным кадрам. На Украине надежной опорой нацистов стали украинские националисты. Подробно об участии бандеровских формирований в Холокосте можно прочесть в замечательной книге Александра Дюкова «Как построить украинскую державу». Эта книга вышла в серии «Цифровая история». Приобрести ее можно по ссылочке в описании. Очень рекомендую. Так вот, после того, как об ужасах Холокоста узнал весь цивилизованный мир, все пособники гитлеровцев пытались откреститься от участия в этом злодеянии. Только этим можно объяснить фабрикацию столь топорной фальшивки. В научном мире никто серьезно не воспринимал мемуары Стеллы Крэнсбург до распада СССР, когда украинский историк Жанна Ковба вновь запустила их в публицистический оборот. Не верьте фальшивкам, оставайтесь на стороне науки. А на сегодня все.